Я больше занимаюсь работой с блогерами и нашим каналом в Telegram, но так как мой коллега сегодня не смог к нам присоединиться, расскажу обо всем в общем. Зачем нам вообще SMM, если в нашей атрибуции это бесплатный канал? Как уже сказал Олег, у нас last paid click, и соответственно все те люди, которых мы приводим через соцсети, все их продажи не будут затирать ваш канал. Ну тогда зачем нам все это, если мы не видим с SMM практически продаж? Мы очень большой потенциал видим в соцсетях, и там еще очень много пользователей, которые о нас не знают. Мы по-прежнему видим из ВКонтакте, из Инстаграма очень высокую долю новых пользователей. Мы видим от года в год очень высокий рост и надеемся, что он будет продолжаться. Но, конечно, помимо того, что у нас есть трафик соцсетей, нам важно создавать комьюнити вокруг своего бренда. Нам важно, чтобы люди подписывались на наши аккаунты, чтобы они были с нами, чтобы они читали наши новости, чтобы они смотрели, что у нас происходит, чтобы они общались между собой, чтобы они что-то обсуждали, и кто-то из них становился адвокатами нашего бренда. Кроме того, соцсети — это возможность коммуникации с помощью блогеров, с помощью лидеров мнений. На данном этапе мы работаем больше всего с блогерами сейчас практически только через Инстаграм. То есть YouTube пока с блогерами мы не задействуем. И был вопрос по SMM, один из таких самых популярных. Какая соцсеть у нас конвертит лучше всего? И сюда я перемешала помимо соцсетей еще мессенджеры, а именно Телеграм, потому что у нас там довольно большой канал. И хочу сказать, что ВКонтакте у нас конвертит лучше всего, в два раза лучше Телеграма и в 3-4 раза лучше Инстаграма. И это очень сильно связано с долей десктопного трафика. Из Инстаграма трафика десктопного у нас просто нет. Из ВКонтакте, конечно, там очень большая доля, из Телеграма тоже есть люди, которые имеют Телеграм на своем настольном компьютере, на своем ноутбуке, поэтому там доля достаточно значительно имеется. Как продвинуть Инстаграм, с чего начинать, если вот вы решили, что вам нужно завести аккаунт и перевести туда немедленно тысячи подписчиков. Здесь не наш аккаунт, я решила показать, как это делают наши партнеры по франшизе. И, наверное, важным моментом является то, что перед тем, как вы перейдете к продвижению, вам нужно как-то его оформить, чтобы пользователи понимали, что у вас вообще здесь происходит, что вы тут туры вроде как про туры рассказываете, а не просто красивые картинки выкладываете. Да, оформление аккаунта, 9-12 постов как минимум, и тогда уже можем приступать к продвижению. Наверное, то, что я могу порекомендовать те, у кого еще мало подписчиков в аккаунте, это начать с какого-то гива. Гив — это розыгрыш, который проводит в своем аккаунте звезда или какой-то довольно крупный блогер. И все, кто в нем участвует, соответственно, платят спонсорство, и каждый, кто хочет выиграть призы от этой звезды, обязательно подписывается на всех спонсоров. Мы сами лично используем этот инструмент, и благодаря опросам в своем аккаунте уверены в том, что оттуда приходят в том числе живые подписчики. У нас были комментарии под постом, откуда вы узнали о нас, от тех, кто узнал о нас благодаря одному из гивов у звезд. Когда у вас уже набралась история, почему это важно? Почему важно, чтобы вы стартовали, например, когда у вас тысяча подписчиков, вы пойдете к блогеру, он у вас расскажет, люди перейдут, они увидят, что у вас всего тысяча подписчиков, а что я вообще здесь делаю? Типа, тут всего тысяча человек подписалось, почему я еще одним из них стану? Типа, никому не интересно. Если человек зайдет, у вас хотя бы 5-10 тысяч подписчиков, вам доверия уже больше, люди идут за толпой, они понимают, окей, тут уже кто-то есть, тут, наверное, что-то интересное, давай я тоже подпишусь, посмотрю. Поэтому советуем начинать с этого. Далее комбинируем таргет и блогеров. Таргетом занимается мой коллега, который, к сожалению, сегодня не с нами, но он передал... Мы в таргете используем больше всего посты с ценами. У нас есть, если зайдите к нам в инстаграм, у нас есть определенная серия постов, которой мы делимся именно предложением, то есть там видны цены, там каруселька из нескольких предложений. И если говорить про то, как они заходят среди наших подписчиков, то увлеченность там небольшая, но именно они позволяют нам привлекать подписчика по довольно низкой цене. И таргетируем мы с помощью Lookalike аудитории, соответственно, для того, чтобы ее использовать, вам нужно сначала хотя бы набрать несколько тысяч подписчиков в ваш аккаунт. Если говорить про блогеров, то, чем больше всего занимаюсь я в этом плане, их можно искать в следующих ресурсах, и там же можно искать на них отзывы. Это очень важно, потому что именно в этих ресурсах очень много блогеров, которые стоят дешево, из которых вы можете начать. И важные до сих пор проблемы, лайки уже убирают. Я верю, искренне верю, что накруток станет все еще меньше. Но мы по-прежнему пользуемся LiveDune, чтобы проверять на накрутки. Так, почему у меня трясется все? Мы по-прежнему проверяем на накрутки. И, наверное, еще один лайфхак, который я здесь и написала. Помните, что крутить могут не только лайки, но и охваты. Смотрите на долю охвата поста среди тех, кто не является подписчиком. И не бойтесь идти в другие тематики, потому что там, может быть, тоже очень много нужной вам аудитории. А сейчас я передаю слово моей коллеге Нелле, которая руководит контентом нашей компании. И она расскажет чуть больше о том, как мы общаемся с нашими подписчиками с помощью e-mail. Так, у тебя есть все? А что, зачем я тут? Всем привет. На самом деле, по поводу рассылок, незаслуженно мало вопросов. Всего один. Почему-то. Хотя, хотя, даже обидно. На самом деле, рассылки — это очень-очень мощный инструмент, мега мощный. И подписчики e-mail рассылки — это самая лояльная аудитория, на самом деле. Но всем интересна частота писем. Окей, теперь будет частота писем. На самом деле, много писем и не отправляем. Всем всегда очень хочется отправлять по 10 раз в день. Не все думают, что больше — лучше. На самом деле, это не так. Потому что, во-первых, если писать не о чем, соответственно, пользователя это читать не будет. Если пользователя закидывать бесполезным спамом, он отписывается. Мы очень бережно относимся к нашей аудитории. Мы не размываем ее, мы не спамим. И письма ручками, вот те, которые с душой мы пишем, мы делаем два раза в неделю. У нас одно письмо контентное. В основном оно посвящено розыгрышам, каким-то новостям, спецпроектам, партнерам и так далее. Либо просто какой-нибудь фигней пропутешествовать, потому что все любят думать про путешествия, мечтать про свой отпуск. И второе письмо у нас по четвергам, иногда по пятницам, продающее. Мы делаем подборки туров, подборки либо на ближайшее время горячие туры, либо компилируем горячие предложения и раннее бронирование. Также у нас есть триггерные письма. Это сервисная рассылка, которая автоматически отправляется вследствие какого-либо триггера, совершенного пользователем, как то подписка на рассылку, лид, участие в розыгрыше и так далее. Соответственно, вы понимаете, что письма, которые вы делаете руками, плюс все триггерные цепочки безумные, письм уже очень много, поэтому чистить с ними нельзя. По поводу чистоты популярных тем, люди любят халяву, акции, розыгрыши, промокода, скидки и честные цены низкие. Честные прям жирные, надо подчеркнуть, потому что, естественно, когда люди ведутся на 3 копейки, открывают, а там совсем не то, мы растим негатив, отписки, мы не любим терять наших подписчиков. И по поводу небольших технических моментов, я думаю, что многие из вас отправляют уже какие-то массовые рассылки, кто-то к этому идет. Просто есть всякие подводные камни, например, капслок в теме, куча исцелительных знаков в теме и так далее. Такие вещи не пропускают спам-фильтры почтовых сервисов, поэтому, соответственно, ими злоупотреблять нельзя. Вот. Хочу представить...